Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы поговорим о прямолинейном равноускоренном движении и об ускорении. Собственно, когда у нас тело движется со скоростями, меняющимися в процессе движения, нам нужно ввести новый параметр, который это описывает. Это будет ускорение тела, это векторная величина, равная отношению изменения скорости к промежутку времени, за которое это изменение произошло. То есть это v-v0, деленное на t, простым математическим языком. И ускорение характеризует быстроту изменения скорости. Чем больше ускорение, тем быстрее меняется скорость. Впрочем, она может увеличиваться и уменьшаться в данный момент. А прямолинейное равноускоренное движение — это движение по прямой, при котором за любые равные промежутки времени вектор скорости точки изменяется на равную величину. То есть ускорение в данном случае будет постоянным. Если мы изобразим ускорение на графике, то это будет прямая линия, параллельная оси абцисс. Собственно, обратите внимание, что оно может быть так и положительным, так и отрицательным. Если ускорение положительное, то скорость увеличивается. Мы из большей скорости вычли меньше, разделили на время. Если отрицательное, то тело тормозит. Мы из меньшей скорости вычли большую и разделили на время. И скорость в данном случае, как обычно можно изобразить на графике, график скорости описывается как v от x равно v0 плюс x умноженное на t, vx — это скорость в определенный момент времени, v0 — начальная скорость, ускорение, собственно, прямолинейное равноускоренное постоянно, и время t — любой момент времени. Например, у нас сейчас изображен график, уравнение его описывается как минус 10 плюс 2,5t. Минус 10 — это начальная скорость, то есть вот она на графике изображена. И, собственно, дальше можно по точкам построить этот график, используя уравнение. Сегодня мы с вами разобрали, что такое ускорение, прямолинейное равноускоренное движение, и построили график скорости. Продолжение следует...